Вести Карачаева, Черкесия В военном комиссаре Карачаева Черкесии состоялась встреча заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой, министра труда и социального развития Руслана Шакова и военного комиссара региона Сергея Белобородова с гражданами, поступающими на военную службу по контракту, выявившись в Казахстане. Ирина Гербекова рассказала будущим участникам специальной военной операции о порядке выдачи им единовременных региональных выплат и предоставлении мер социальной поддержки их семям в соответствии с указами главы региона. Сергей Белобородов также довел до сведения граждан подробную информацию по обеспечению необходимым обмундированием и соответствующим денежным довольствием. Руслан Шаков, в свою очередь, заверил будущих военнослужащих в том, что за их семьями в кратчайшие сроки будут закреплены социальные работники и сотрудники администрации муниципальных образований, которые будут направлять самые актуальные социально-бытовые вопросы в администрации городов, районов и различные министерства и ведомства для принятия соответствующих решений. В канун праздника Ураза-Байрам 19-20 апреля во всех городах и районах Карачаева-Черкесии состоятся праздничные ифтары от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимурезова. 20 апреля в столице республики будет организован общереспубликанский ифтар от руководителя региона, который пройдет в ресторанном комплексе «Эдельвейс» в 19 часов 15 минут. На праздничный ифтар приглашаются все желающие. В рамках общереспубликанского ифтара будут совершены массовые вечерние молитвы. 20 апреля также в Черкесске для всех желающих верующих будет организован ифтар главы на территории соборной мечети. Начало также в 19 часов 15 минут. Помимо этого в столице региона при поддержке главы Карачаева-Черкесии на площадке перед Республиканским драмтеатром благотворительный фонд «Территория милосердия» организует праздничный ифтар, куда также могут прийти все желающие. Кроме того, ифтары, организованные при поддержке главы Республики, пройдут в городах и районах Республики. Республики Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах Республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей Республике, потому что там объекты мы включили по всей Республике. В Общественной палате обсудили проблемы кадровой подготовки специалистов с учетом особенностей рынка труда в Карачаево-Черкесии. Этот вопрос не раз остановился темой обсуждения на различных совещаниях и круглых столах. Комментирует информацию руководитель Общественной палаты Республики Елена Лешова. Деятельность образовательных организаций бывает не в полной мере соответствует современным требованиям подготовки специалистов. Мы знаем, что нынешнюю молодежь нужно мотивировать к обучению в системе среднего профессионального образования с последующим трудоустройством, особенно по рабочим профессиям. Их сдерживает выбор непосредственно данных в профессии, недостаточная привлекаемость, может быть, хотя я не согласна, но не всегда даже низкая заработная оплата, но может в отсутствие возможность получения жилья и дальшего карьерного роста. ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 27 апреля Единая Россия проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. К патриотической акции присоединятся и жители Карачаева Черкесии. В республике будут работать 50 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте акции. 900 школьников из районов и городов республики в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаева Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель игроков Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение в том числе и дополнительного оборудования. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов в счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера. Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Стартовал прием заявок на участие в развлекательно-познавательном шоу «Лицо кавказской национальности». Уже этим летом состоятся съемки 16 выпусков первого сезона шоу, направленного на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Съемки с известными медийными личностями и представителями активной молодежи будут проходить во всех регионах Северокавказского федерального округа и в Адыгее. Стать участником шоу можно, записав короткое видео о себе и заполнив заявку. Подать заявку до 10 мая могут жители Северокавказского федерального округа и Адыгее в возрасте от 18 до 35 лет. Все выпуски будут транслироваться в эфире крупнейшего музыкального канала Северного Кавказа «Девятая волна». Почти на 80% завершено строительство новой школы села Учки-Кенмала Карачаевского района. Ее строительство завершится к концу текущего года. Это вторая школа, построенная в селе за последние 7 лет. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении, общая площадь которого 16 тысяч квадратных метров, ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Одна из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии рассчитана на 960 ученических мест. Более полутора тысяч саженцев разъехались по районам республики. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» поддержала инициативу регионального Минприроды по проведению международной патриотической акции «Сад памяти» и провели раздачу плодовых деревьев. Каждый муниципалитет получил по 125 саженцев, которые отправятся нуждающимся семьям для высадки на огородах и приусадебных участках. Раздача плодовых саженцев – новый формат акции «Сад памяти», который получил название «Сад памяти дома» и реализуется в Карачаево-Черкесии с прошлого года. Республики Северного Кавказа вошли в десятку российских регионов, где меньше всего курящих по итогам прошлого года. Никотиновая зависимость, реже всего, встречается в Чечне – 3,3% жителей, Ингушетии – 4%, Дагестане – 6%, Северной Осетии – 10,9%, Карачаево-Черкесии – 12,5% и Кабардино-Балкарии – 13,4%. Говядина с искусственно продленным сроком годности оказалась в социальных учреждениях города Пятигорска. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Нарушение было установлено благодаря системе «Меркурий». Фирма ООО «Амара» из аула «Псыш» Абазинского района переоформила 25 кг говядины, добавив к сроку годности продукции 5 дней. Такая операция нарушает принцип прослеживаемости и вводит в заблуждение потребителей. Продукцию направили в социальные учреждения Ставропольского края, в город Пятигорск. Управлением Россельхознадзора ООО «Амара» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Кикбоксеры Черкеска привезли из города Побратима Невиномыска 15 медалей турнира «Кубок Победы». Сборная города завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. По итогам турнира в общекомандном зачете наши бойцы заняли третье место. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем гроза. В отдельных районах сильный дождь. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Местами при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов. В горах местами плюс 9-14, свыше 2,5 тысяч метров лавин опасно. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Это что там за базар? К нам приехал Дивный Дар. Рыбка самой Камчатки. Акция. Скидка 10% на черную икру. С 18 по 23 апреля. Впервые Дивный Дар в Черкесске. Остановка Рыноконечная на кругу. 0+. Все подробности уточняйте у продавцов. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!